Я знаю очень хорошо, ход этой операции контролировал, это не сегодня и не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил, но на сегодня 35 человек. И уверен, меня никто в этом не разубедит, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть. Но хочу предупредить, тот, кто на беде людей наживается, пощады им никогда не будет. 35 ортопедов, да? В основном ортопеды, да? Ортопеды-травматологи, как точно то есть? Ортопеды-травматологи, 35 человек. Не просто подсказывали, как я говорю, людям, лежащим на операционном столе, какие импортные запчасти им в тело вставить там ортопедически. А прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома, ну, на карманные расходы хранили. 35 человек. Я министра здравоохранения, когда он ко мне обратился с вопросом, что будем делать и как тут вот разобраться, я ему предложил пойти в следственный изолятор и там с ними разбираться. Я понимаю, что вы персонально с каждым провели работу. Хотелось бы сегодня в присутствии главного блюстителя нашего закона, генерального прокурора, определиться, что мы будем делать с этими людьми. Я знаю ваше обращение с просьбой взять их на поруки, не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству, направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, здравоохранение по специальности. Печально, что туда попался, грубо говоря, и лечащий врач президента, который не единожды и президента обследовал. Я очень огорчен этим фактом, но закон есть закон. Он един для всех. Вот первый вопрос этот коррупционный. Что мы будем делать с этой полсотни человек, которые были уличены в коррупции, которые брали от жуликов иностранного разлива и наших, которые представляли здесь немецкие и другие компании, и которые делили эти деньги. Слушайте, до чего дошло, я не зря сказал, что контролировал. Мы давно выявили этот процесс. И я спецслужбам не разрешал даже докладывать, не имея оснований. Но когда они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки, ну, естественно, под камерой. И когда мне это докладывают, ну, какое должно быть мое решение? Ну, пусть подумают, как жить дальше. Сегодня попробуем принять решение по этому факту.